Максим Кемберли О чем спрашивали? По линии МЧС в Бавруйске спасатели ликвидировали два пожара. Повреждено некоторое имущество, закопчены стены, потолок. Есть ли пострадавшие? Лес, палатки, спорт. Под Бавруйском прошел традиционный труслет БРСМ. В целом дружный коллектив и все очень весело. В кого переоделись работники предприятий. А также движение разрешено, новый урожай и билет на поезд. В Беларуси с 13 августа начнут действовать новые тарифы на ЖД-перевозки. От чего будет зависеть цена. Честно и откровенно, во Дворце Независимости прошел большой разговор с президентом. Глава государства ответил на несколько десятков вопросов от белорусских и зарубежных специалистов. Мигранты, санкции, фейки, отношения США и западными странами. Только некоторые из тем. Один из самых первых вопросов касался интеграции Беларуси и России. Александр Лукашенко заверил, республика никогда не была против теснейшего союза. Но белорусов всегда держали на расстоянии. Говоря об интеграции, мы должны, Антон, четко понимать. Любая интеграция без потери государственности и суверенитета. Я знаю, на что вы намекаете. Я осведомленный человек. У нас, помните, было 30 или 31 эта карта. Дорожная карта. Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Читай почти то, что я вам рассказал. Это было предложение Владимира Владимировича на одном из переговоров. Очень мудро, умно сказал. Я говорю, слушайте, мы все время на нее наталкивались в чувстве. Если мы не можем решить из 31 этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим. Там, помните, наднациональные органы и прочее. Я его поддержал в каком плане? Я говорю, Владимир Владимирович, мы ничего не потеряем. Потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы. Подводя итог сказанному, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси против Союза с Россией выступают только отдельные лица. Не пошли вниманием и взаимоотношения с Украиной, странами с постсоветского пространства. Встреча продолжалась больше шести часов. В зале находились около 300 человек. Это журналисты, медиаперсоны и частные лица. Жаркое соседство накануне на интернациональной горела квартира. К приезду спасателей помещение внутри полыхало открытым пламенем. Работу усложнял плотный дым. Хозяйки на месте не было, МЧС вызвали соседи. Пожар удалось вовремя ликвидировать, не допустив распространения. В результате пожара повреждено некоторое имущество, закопчены стены, потолок, повреждено постельное имущество, уничтожена оконная рама. Пострадавших нет, причина пожара выясняется. Еще один пожар произошел в пятницу. Горели сараи на улице Марии Бобровой. Огонь угрожал и соседним домам. Оперативно сработав, спасатели не дали ему шансов переброситься. Никто не пострадал. Причина оставлена без присмотра костер. МЧС напоминает, тлеющие угли нужно полностью потушить. К примеру, засыпать песком и только тогда покидать место. Свежий воздух и командный дух. На Белом берегу прошел турслет. В нем приняли участие больше сотни человек. Белшина, Красный Пищевик, Фондок и многие другие предприятия. Организатор БРСМ. Тема – кинематограф. О песнях у костра не только расскажет Карина Гуревич. Работе от бой. Время отдыхать. Активно. На живописном берегу Березины – палаточный лагерь. Белорусский Республиканский Союз Молодежи вновь призывает под свои знамена ценители экстремального досуга. И если рядом друзья, то победить нас нельзя. Команда «Фондок» распевается. Заодно и укрепляет моральный дух. Белозеленые – закаленные туристы. На берегу Березины не в первый раз. Скоро им предстоит сменить фирменные майки на костюм супергероя. Тема слета – кинематограф. Деревообработчикам достался фильм «Человек-паук». А пока время подкрепиться. На огне томится уха. Время проходит очень быстро, весело, незаметно даже. День прошел, даже, честно сказать, не поняли, что тут произошло. Сегодня второй день начался. Сегодня куча конкурсов. Готовимся морально, физически. Как-то подготавливаемся, в общем. Ну, в целом, дружный коллектив. И все очень весело. Неподалеку лагерь Кожевиного комбината. Им достается советский шедевр. Фильм «Девчата». Ребята практически полностью повторяют быт того времени. Мебель, интерьер и даже настоящее малиновое варенье. Мы здесь можем собраться, объединиться, отдохнуть, выступить, показать себя, реализовать свои навыки, свои умения, войти в образ. У нас вот выпал фильм «Девчата». Я Ильюша. У меня есть напарница Тоня. Не обходится без спорта. В программе перетягивание каната, полоса препятствий. Раскрывают участники и творческие таланты. Презентация кинопар, показ видеороликов и даже фестиваль национальной кухни. Главное условие – все должно быть в тему фильма. Тема команды – стиляги. На площадке не только танцы и платья в горошек, но и коктейль-холл с тематическими напитками. Буги-вуги, Динамо, Белый берег и Американская жена. В турслете принимают участие больше сотни человек. Представители городских предприятий. Это Красный пищевик, кошкомбинат, троллейбусный парк. Здесь же Белшина и Фондок. Каждый искренне болеет за успех своей команды. Но все-таки победа не главное. Свежий воздух, запах костра, еда на огне, новые знакомства и море эмоций – это дороже любых наград. Туристический слет – это прекрасная возможность для команд-участниц. Это предприятие организации города Бобруйска. За короткие три дня не только посоревноваться, но и сплотиться, стать настоящей общей такой большой командой, нашей дружной туристической семьей. Очередной турслет – уже история. Уезжать, конечно, никому не хочется. Но эмоций и незабываемых моментов точно хватит на целый год. В 2022-м, обещают организаторы, будет еще интереснее. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Министра в Беларуси обновил статистику покоя. За минувшие сутки зафиксировано 742 пациента с положительным тестом на коронавирус. Все с начала пандемии заразили 454 674 человека. Фенофибрад, а также его активная форма, способны уничтожать COVID-19 в клетках человека. Исследование провела международная группа ученых. Эксперименты показали, препарат снижает вирусную нагрузку на 70% против большинства штаммов. Специалисты отмечают, лекарство дешевое, доступно во всем мире, поэтому может быть полезно в странах с любым уровнем дохода. Новые тарифы, дожди с грозами и поддержка государства. Материальную помощь при подготовке к новому учебному году получат почти 100 тысяч семей. Какой размер пособия? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Материальную помощь при подготовке к новому учебному году получат почти 100 тысяч семей. В частности, те, которые воспитывают раих и более детей. Для этого нужно обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите. Доход родителей на это никак не влияет. Максимальный размер выплат на каждого школьника практически 82 рубля. Но конкретный размер пособия определяют местные советы депутатов. В Беларуси с 13 августа начнут действовать новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров, багажа и грузов. Изменения коснутся внутриреспубликанского сообщения. Стоимость проезда увеличится на 5-15% в зависимости от расстояния и класса поезда. Более подробная информация на официальном сайте БЖД. В полях продолжается работа. Вес крова почти 4,5 миллиона тонн. Убрано 65% площадей. Самые высокие показатели у Минской области к шестизначному рубежу приближаются и Брестская. Она лидирует по ТЭПам Жатвы. 643 тысячи тонн на Молот в Могилевском регионе. Белтехосмотр в июле выдал более 100 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Напомним, автолюбитель для прохождения процедуры должен взять с собой водительское удостоверение, техпаспорт, страховку. Внешний вид должен быть опрятным. Сотрудники вправе отказать проведение осмотра, если машина грязная. Завтра в Беларуси обещают дожди и грозы. Во вторник в Синоптике прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные осадки. В отдельных районах возможен туман. Ветер будет переменных направлений 3,8 метра в секунду при порывах до 14. Температура воздуха ночью от 10 до 18 выше 0, днем 23-29 тепла. По юго-востоку до плюс 30 градусов. Красота и грация в Бобруйске завершился открытый Кубок Белорусского союза конькобежцев по фигурному катанию. Программу турнира завершали выступление в одиночном и парном катании. Всего 50 участников. Продолжить тему Ольга Васенда. Очень рада здесь выступать. Для меня это большая честь, побывать в Белоруссии на таких серьезных соревнованиях. Программа у меня называется «Кабаре». Я представляю женщину, которая танцует в таком необычном образе для всех. Он очень яркий, он придает мне больше эмоций и мне легко в этом образе. Анастасия Макарова выступает в одиночном катании. Присутствуют и парники. На суд жюри 50 фигуристов представляют короткую произвольную программу. Практически все с белорусским паспортом. Минск, Витебск, Пружаны. Уровень турнира высокий. От второразрядников до мастеров спорта. Выступление оценивает международная судейская бригада. Качество и сложность элементов – главные критерии при выставлении оценок. Особое внимание судьи обращают и на синхронность движений, музыкальное сопровождение, пластику и артистичность. Открытый кубок. Старт сезона. После летнего перерыва. Спортсмены только-только раскачиваются. Обкатывают новые программы, разучивают прыжки. Несмотря на это, турниры проходным не назовешь. За награды идет настоящая борьба. Мы приехали в Бобруйск месяц назад. Мы тренировались здесь, начиная с, если я не ошибаюсь, 11 июля. Провели очень плодотворные тренировки. Бобруйск арена и хоккейный клуб Бобруйска. Были очень дружелюбные и приветливые. Они предоставили нам все возможности. Поэтому те спортсмены, которые здесь тренировались, готовились в самых лучших условиях, какие только были возможны. Бобруйский лед впервые принимает соревнования по фигурному катанию. Эксперты и спортсмены дают высокую оценку организации. Сам турнир – это не только медали. Победители и призеры получат возможность представлять Беларусь на международной арене. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин